Наш музей собирает и хранит историю улиц в микрорайоне школы. И в нашем микрорайоне есть такая улица, которая носит имя Шостака Александра Александровича. Он окончил школу номер 29, также Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Он честный, энергичный, решительный, с высоким чувством ответственности. Таким проявил себя Александр в экипаже атомной подводной лодки «Комсомолис» в Норвежском море. Когда на атомной подводной лодке начался пожар, а именно в пятом отсеке, то он получил множество различных травм, ожогов. Тем самым он продолжал тушить пожар, спасая жизни другим людям. Но тем не менее, несмотря на принятые экипажи меры, лодка затонула на глубине полтора тысячи метров. Но Александр посмертно награжден орденом Красного Знамени. Историю жизни героя-подводника теперь знает практически каждый учащийся средней школы номер 34. В честь дня рождения молодого лейтенанта школьникам презентовали книгу «Александр Шостак. Страницы жизни и подвига». Десять лет назад юные краеведы учебного заведения задались вопросом, почему имя молодого лейтенанта носит одна из улиц города-героя. Тогда ребята под чутким руководством наставника решили узнать, какую жизнь успел прожить Александр. Мы начали поиск с того, что мы связались с его мамой. К сожалению, вот три недели назад Лидия Григорьевна Шостак ушла из жизни. Ей было 90 лет. Мы были с ребятами у нее дома. Она нам дала очень много вырезок из газет того советского времени, книг, в которых было написано о той трагедии страшной. Труд школьников успели оценить в военно-патриотическом Московском центре «Вымпел». Наградой стал почетный диплом. Вскоре исследовательская работа школьников превратилась в целую книгу о жизни героя-подводника. По крупицам собранные факты разместились на страницах небольшого издания. И поэтому у меня появилась вообще такая мысль, что обязательно нужно издать эту работу, чтобы с этой работой познакомились все наши школьники. Дело все в том, что о героях сегодняшних дней мы не очень много знаем. Мы больше изучаем героев, наверное, Великой Отечественной войны. А оказывается, в наше время такие же герои – отличные парни, севастопольцы. С 2005 года в школе номер 3 за 4 работает музей. Среди экспонатов – фотографии героев Великой Отечественной войны, страницы газет, осколки снарядов. Особое место в школьном музее отвели истории улиц Гагаринского района Севастополя. В день рождения Александра Шостака в музее открыли стенд в его честь. Здесь вы можете увидеть распоряжения и различные экспонаты, посвященные ему. Здесь – это фотографии Александра Шостака. Здесь – линейка открытия и мемориальные доски, на которой присутствовали наши школьники, возлагали цветы. А это мама Шостака – Лидия Григорьевна. Продолжают эту исследовательскую работу наши учащиеся. Цель данного музея – это сохранить и помнить. Цель – военно-патриотическое воспитание. О том, чтобы наши дети, наши внуки знали историю своего города, историю тех людей, которые создавали историю славного города Севастополь. В этот день Александру исполнилось бы 52 года. Отважного лейтенанта давно нет в живых. А три недели назад из жизни ушла и мать Саши, Лидия Григорьевна Шостак. Но ученики и педагоги школы номер 34 уверены, что память об этой семье навсегда останется на страницах книги. Дарья Юхновская, Андрей Вовк, Севинформбюро.